Счастливое время. В детстве всё интересно. Кто-то, наверное, помнит киножурнал «Хочу всё знать», так я его захлёб смотрел. Хочется всё, только не всегда можется, элементарно времени не хватает. Иной раз удивляюсь, как у некоторых родителей дети успевают хорошо учиться и посещать по несколько секций и кружков. Грамотная организация распорядка дня, или по-научному тайм-менеджмент, это отдельная наука, и в её азах нам сегодня поможет разобраться методист Центра воспитания и социализации Тюменского областного государственного института развития регионального образования Елена Новосёлова. Доброе утро, Илья. Доброе утро. С какого возраста стоит учить ребёнка грамотно распоряжаться своим временем? И как вообще подружить ребёнка и время? Вообще, конечно, всё начинается в семье, и там в первую очередь выступает личный пример родителей. Потому что напрямую обучать правилам тайм-менеджмента получится только в начальной школе, поскольку маленькие дети вообще во времени не ориентируются. Они не понимают, сколько минут, а сколько час. Поэтому вот исследовать это время и разговаривать о планировании – это начальная школа. Обязательно ли нужно составлять некий распорядок дня? Если да, то как это нужно делать? И стоит ли привлекать ребёнка к процессу? Ребёнка привлекать, конечно, стоит. Сначала рассказывают родители о своём опыте, как они планируют. Сейчас у нас время, наполненное проектами. И когда родители на работе участвуют в каком-то проекте, рассказы об этом – это может быть вот такой частью, которая подводит ребёнка к тайм-менеджменту. А что касается планирования ребёнком своего времени, вот в начальной школе, то на самом деле планировщик классический у них уже есть. Это и дневник. А режим дня, который общеизвестен ещё с советских времён, и красивые плакатики, которые продаются во всех книжных магазинах – это всё элементы вот этого грамотного планирования своего времени. И хорошо, когда их используют в системе. Родители сетуют, мол, в школе задают много дополнительных заданий. Зачастую они творческие, призваны развивать ребёнка, но выполняют их родители. И существует множество отговорок, мол, так проще и быстрее ребёнок, и так занят. Вот какой выход из этой ситуации? Если честно, вот этот вопрос, ответ на него лежит в плоскости скорее не времени, а ответственности. И правильное решение вот такой проблемки, я бы сказала, это когда родители в классе на родительском собрании договариваются, что они за ребёнка ничего не выполняют. Ребёнок делает то, что может сам. Если он с чем-то не справляется, педагог должен помочь объяснить как-то дополнительно другими словами. А родители своё время не должны этим заполнять. Ну и ребёнок, соответственно, когда видишь, что за него кто-то что-то делает, это неграмотно воспитательно. Я бы так сказал. Вот об уроках хотелось бы поговорить. У каждого ребёнка есть свой любимый предмет, да, какие-то не очень даются. А с чего лучше начинать делать уроки? Сложного или, наоборот, с лёгкого, или, может быть, чередовать их нужно? На самом деле это, я бы сказала, уже такая стратегия, какой личности, как удобнее и поэтому эффективнее. Поэтому здесь уже можно с ребёнком это обсуждать. Если он сам не может ответить на этот вопрос, то поэкспериментировать, как ему легче, на что у него силы идёт меньше, когда начинать, например, кому-то удобнее с трудного, и постепенно двигаться к лёгкому. Либо наоборот, то есть это индивидуально, потому что даже в тайм-менеджменте первое направление, которое отвечает на вопрос, кто тот человек, который будет заниматься тайм-менеджментом. То есть мои особенности, как мне удобнее, с моим темпераментом, с тем, жаворонок я или сова, с какими-то другими моими привычками. Вот это направление. В классическом тайм-менеджменте есть такое понятие поглотители времени. Вот для школьника что может выступать в роли таких пожирателей? Лонгальеров. Да. Ну, их можно ещё назвать по-другому вредные привычки, которые часть нашего времени действительно забирают себе. Это и пресловутые гаджеты, и привычка откладывать до последнего момента, или, может быть, выполнять уроки в позднее время, когда у нас просто голова соображает уже хуже. Неумение планирования, непонимание, сколько времени тебе нужно на то или иное дело. Потому что это нужно осмысливать, экспериментировать и фиксировать, анализировать тот взрослый нужный, чтобы помочь разобраться, сколько действительно нужно времени. То есть вот это. Вот когда речь заходит о тайм-менеджере для взрослых, всегда упоминается некая мотивация, да? Вот для ребёнка нужны какие-то поощрения, применять что-то такое, обещать ему что-то? Вот на самом деле это очень щекотливый вопрос, и система поощрений, каких-то наград, его можно использовать ведь в любом направлении воспитательной работы, не только в использовании времени. Главное, чтобы это не было всегда, поскольку тогда мы можем перейти на товарно-денежные отношения с собственным ребёнком, а это чревато, это неверно. И главное, чтобы это была система. Например, у ребёнка мы хотим выработать вот эту привычку. Мы об этом с ним договариваемся, и договариваемся о тех поощрениях, которые он может получать, если он будет справляться с тем, чтобы выработать привычку. Привычку выработали, и этот проект закрылся, и это поощрение, и эти конфетки за это дело уже не выдаются. Причём поощрение может быть не обязательно материальное, а может быть моральное. Да, мы сходим с тобой туда, мы сыграем с тобой в эту игру. Всё понятно, главная система и договариваться. Спасибо, Елена, за интересную беседу. Уверена, что эти ценные советы помогут не только нашим детям, но и родителям. Спасибо. Спасибо.